Стоит ли прощать мужчину? Даже если он подарит машину, попросит прощения на коленях, подарит еще одну розу, айфон и пообещает, что больше так не будет, и он сделает трагичное лицо, как в романтическом фильме, и даже пустит слезу. Мне приятно в этом всем вариться. Мне вообще в кайф. Да пошел он, он мне предал следующий, да, я открыто для другого мужчину. Она уже смотрит на него с подвохом, она уже смотрит с подозрением. Они, эти мужчины, виноваты в том, что теперь я им не доверяю. Окей, вопрос, что дальше? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, и прежде чем мы перейдем к нашей теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Знаете, вы задаете вопрос, очень часто вопрос, стоит ли прощать мужчину? И знаете, у меня такое чувство, мне интересно, я такое говорю, да, стоит прощать. Это такая, все, простила, Ярослав же сказал простить, все, простила, я не чувствую боли, я не чувствую обиды, я его простила. Кстати, часто вопрос, стоит ли прощать мужчину, это касается измен, потому что это такое одно из самых больных и самых неприятных, мягко говоря, мужских поступков или мужских действий. Или же, знаете, я говорю, нет, не стоит его прощать. И такая, все, не буду его прощать. Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно донести, что даже если ты решила простить мужчину, это невозможно сделать по щелчку пальца, по какому-то внушению себе, по принятому решению, или после того, как ты поговорила с подружкой, или прочитала какую-то книжку. Ты испытываешь боль, ты испытываешь зачастую, что предательство, боль, то есть там целая гамма негативных чувств. И понимаешь, в чем даже прикол? Я задаю вопрос такой, а что нужно сделать мужчине, чтобы у тебя эти чувства исчезли? И ты, наверное, обнаружишь, что ты даже не понимаешь, а что он должен сделать? Что, машину тебе подарить? Ну, даже если он подарит машину, представим, или телефон, айфон последней модели, это что, избавит тебя от этих чувств? Или подарит еще одну розу? Даже если, или хорошо, попросит прощения на коленях, подарит еще одну розу, айфон и пообещает, что больше так не будет, и он сделает трагичное лицо, как в романтическом фильме, и даже пустит слезу. Да, может быть, в моменте это сработает. Ну, сработает в смысле, чтобы открыться этому мужчине снова. Но это не, это не значит, что вот этого гаммы негативных чувств не будет внутри. Поэтому это важно понимать, да, что ни мужчина не может, да, вроде бы он стал источником этих чувств, он доставил тебе эти чувства, но при этом он не может тебя от них избавить, что бы он там ни делал. Ты понимаешь, в чем еще штука? Что даже, ладно, ты примешь ощущение, да нафиг их прощать. Да пошел он, он мне предал. Следующий, да, я открыто для другого мужчины. В чем проблема там? Что боль-то по отношению к прошлому мужчине никуда не делась. И часто мы смотрим на новое в жизни через зеркало заднего вида, да, то есть через боль. То есть, если женщина, вроде бы мужчина какой-то новый, ничего еще плохого не успел сделать, она уже смотрит на него с подвохом, она уже смотрит с подозрением, особенно если у него имя такое же, либо цвет глаз, либо там знак зодиака, либо какие-то общие сопадающие факторы. Но в каждой женщине живет следователь, такой хороший детектив, поэтому такое бывает. Поэтому, что же делать? Нужно первое, что осознать. Окей, ты можешь кричать и говорить, что они, эти мужчины, виноваты в том, что теперь я им не доверяю. Окей, вопрос, что дальше? Я согласен, они виноваты. Но важно понять первое, что те чувства, то есть, как мыслит автор своей жизни, что все мои чувства, которые есть внутри меня, они же мои. Ну, правда, я же не его какое-то чувство проживаю, не ее. Я проживаю, это мое тело, мое сознание, это я сама. Я проживаю какие-то собственные чувства. И вопрос следующий. Мне приятно в этом всем вариться? Мне вообще в кайф? Или я хочу от этого избавиться, реально избавиться, это трансформировать? И если ты хочешь это трансформировать, есть плохая новость. Волшебной кнопки нет. Волшебной фразы нет. Волшебной книжки нет. Волшебного совета нет. И мужчины волшебного нет, который придет и любовью это все исправит. И даже если придет новая влюбленность, на время будет кайф. Потом эмоции будут стихать. И что? Подниматься снова. То, что и было. То, что никуда не девалось. Поэтому, либо это важно прорабатывать, можно и нужно, есть что и важно, на хороших тренингах, либо со специалистами, либо опять вариться в этом, ждать, надеяться, привлекать очередного, там, какого-то мужчину, который сделает больно. А пойми, а мы, когда, если мы считаем, что, женщина считает, что все мужчины изменщики, ну, а кого она привлечет? Ну, если она считает, что все мужчины слабаки, а ну-ка докажите мне, что это не так, да будут доказывать в твою правоту. Поэтому нужно избавляться от этого. И не в смысле мыслить позитивно, мужчины все хорошие, все хорошо. Не в смысле внушать себе позитив, когда внутри его нет. А важно это трансформировать с помощью рабочих, классных техник, которые есть на хороших тренингах. И, кстати, мы это также делаем. Некоторые из этих техник, мы делаем в первый вечер бесплатного онлайн-курса «Мужчина. Честная инструкция». Хотя там не один вечер, там несколько мощных, крутых вечеров бесплатных. Я приглашаю тебя прямо сейчас туда. И также мы разберем какие темы, как перезагружать непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться. Бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока.